Дневной выпуск новостей с главными событиями в Украине до этого часа. Меня зовут Станислав Листопад. Здравствуйте. Прекратить транспортное сообщение с оккупированными территориями Украины. Такое решение было принято на экстренном заседании СНБО по инициативе президента. Перекрыты все железнодорожные и автомобильные пути, ведущие к линии разграничения в зоне АТО. Перевозить разрешат лишь гуманитарные грузы. Следить за выполнением решения СНБО будут мобильные контрольные группы, к которым сможет присоединиться и общественность. Причина решения – насильственный захват украинских предприятий, расположенных на оккупированных территориях. По словам Петра Порошенко, Украина лишилась там своих предприятий из-за торговой блокады Донбасса. Стоимость потерянных активов составляет миллиарды долларов. Кроме того, подчеркнул президент, из-за блокады западные СМИ все чаще описывают Украину как страну, которой грозит волна анархии. Это полностью вписывается в российскую стратегию дискредитации нашего государства. Наши партнеры не понимают, почему мы просим поддержки в восстановлении целостности Украины извне, когда внутри ряд политических сил поставил цель избавиться от части Донбасса. Юридически легализировать это предлагается законом об оккупационных территориях. Подобный закон разрушит минский процесс, похоронит международные санкции против России, поскольку они привязаны к Минску. Миссия ОБСЕ уйдет из Донбасса. Мы останемся один на один с агрессором на фоне неминуемой экскалации военных действий. Поэтому мы будем предлагать другой закон – закон о восстановлении территориальной целостности. Также Совет Нацбезопасности и Обороны поручил Нацбанку и СБУ в течение суток внести предложение о санкциях в отношении банка с российским капиталом. Об этом на экстренном заседании с НБО заявил председатель Александр Турчинов. Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков резко раскритиковал работу Сбербанка, который обслуживает клиентов с фейковыми паспортами так называемых ДНР и ЛНР, и финансирование терроризма на Донбассе. Накануне Российский банк в Украине ввел лимит на снятие наличных в размере 1100 долларов США. Национальному банку Украины в службе безопасности порочено проанализировать деятельность банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков Российской Федерации, и в течение суток внести соответствующее предложение о введении против этих финансовых учреждений экономических и других ограничительных мер. Авдеевка. Снова без света. Из-за обстрела боевиков из тяжелого оружия город остался без электричества, сообщают в штабе ОТОМ. Мобильная связь работает с перебоями, проблем с водой пока что нет. Степень повреждений на линиях электропередач уточняется. На свой страх и риск местная власть совместно с ГСЧС и военными ликвидируют аварийную ситуацию. Российская страна в совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня не дает гарантии тишины для ремонта линии электропередач. Семь украинских военных за прошедшие сутки получили ранения и травмы на Донбассе, сообщают в Минобороны Украины. Российско-оккупационные войска почти на всех направлениях активно используют запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение. На Донецком направлении боевики применили минометы, артиллерию и танки. Под огнем оказались Светлодарская дуга и Авдеевка. Зайцево обстреляли из стрелкового оружия. На Мариупольском направлении по Марьинке оккупанты били из танков, а по Чермалыку и Широкино выпустили из минометов больше ста мин. Из этого же оружия и БТР боевики обстреливали Березовое и Новотроицкое. Луганское направление. Боевые действия ведутся по всему фронту. Горячие точки по-прежнему Крымская, Новоалександровка и Троицкая. По ним оккупанты применили минометы. Снайперские обстрелы зафиксированы в Новоайдарске и Попасной. Милитаризация Крыма Милитаризация Крыма – это проблема не только Украины, а проблема и региональной, глобальной безопасности. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с президентом Турции Раджепом Таипом Эрдоганом. Особое внимание уделили проблемам прав человека на оккупированном полуострове. По словам главы правительства, Москва перешла на новый уровень репрессий. Теперь преследуют адвокатов крымско-татарских лидеров. Кроме того, Кремль препятствует независимому мониторингу ситуации с правами человека в Крыму. В частности, блокирует доступ международным правозащитным организациям. Особую обеспокоенность, по словам Гройсмана, вызывает развитие на полуострове военной инфраструктуры. Украину с официальным визитом посетил министр экономики Азербайджанской республики Шахин Мустафаев. Вместе с ним налаживать связи с украинскими партнерами прибыли представители более 40 азербайджанских компаний. О экономических перспективах сотрудничества далее в сюжете. В Украине станет больше азербайджанских гранат и хурмы. В свою очередь, Баку увеличит импорт мясной продукции и масла из Украины. Товарооборот между двумя странами за последние 4 года упал более чем в 3 раза. Оживить продажи берется торговый дом Азербайджана, который вскоре откроют в Украине. Мы считаем, что посредством торгового дома Азербайджана сможем консолидировать и резко стимулировать поступление на украинский рынок товаров, которые Украина импортирует из других стран. Также посредством торгового дома мы хотели бы стимулировать импорт в Азербайджан украинских товаров, в которых нуждается экономика Азербайджана. Вместе с министром экономики в Украину приехали представители более 40 азербайджанских корпораций и компаний, заинтересованные в работе с украинскими партнерами. Азербайджан очень заинтересован в привлечении все большего количества украинских компаний на свой рынок. И мы также поощряем азербайджанские компании, которые стремятся выйти на рынок Украины. Сегодня в Азербайджане уже работает более 100 украинских компаний. Страна географически расположена на стыке Европы и Азии. Через нее проходят инфраструктурные проекты и транспортные коридоры север-юг и восток-запад. Украинские компании могут воспользоваться азербайджанскими возможностями для поставки своей продукции на Среднюю Азию и в Иран. Если мы посмотрим на карту, мы поймем, что наши страны, как Украина ключ на Черном море и транзитный хаб в Европу, так и Азербайджан ключ на Каспии и транзитный хаб в Азию. Особенно важен этот транспортный коридор в контексте запрета и ограничений транзитных перевозок по территории Российской Федерации. Кроме сотрудничества в сельскохозяйственном секторе, обе стороны рассмотрели варианты обмена опытом в сфере авиастроения, формации и химической промышленности. А также подписали соглашение об экономическом сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Украины и Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане. Татьяна Блинова, Владислав Посудевский, UATV И крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы, ирландская Ryanair, начала работу на авиарынке Украины. Самолеты будут выполнять рейсы в десятки европейских городов из Киева и Львова, в частности, из столицы в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйнховен. А из Львова в Краков, Будапешт, Лондон, Вроцлав, Берлин и Меминген. Минимальная цена авиабилета около 20 долларов. На сегодняшний день в Украине работают несколько лоукост-авиакомпаний, такие как Condor Airlines, Wizz Air, Aegean и Fly Dubai. Мне очень приятно, что именно из государственных аэропортов Киев и Львов поедет эта авиакомпания. Я надеюсь, что украинцы начнут летать больше. К нам пришла самая большая лоукост-компания в Европе, которая очень динамично развивается. Компания, которая верит в Украину. Мы видим, что Украина имеет большой потенциал к увеличению пассажиропотока и рады, что есть возможность работать здесь. Мы планируем до 2024 года увеличить пассажиропоток до 200 миллионов пассажиров в год. В Украине это количество составит полмиллиона. За развитием событий в Украине продолжают следить наши корреспонденты. Оставайтесь с нами и будьте в курсе происходящего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова